добро пожаловать на мой канал всем здравствуйте сегодня готовлю нежнейший очень вкусный утиный холодец для холодца буду использовать утиные крылья и лапки лапки я очень хорошо зачистила предварительно вымачиваю в кипятке в холодной воде крылья тоже чистые и еще использую часть крыла но не смотря на это перед приготовлением холодца я опять заливаю все холодной водой и даю отстояться два-три часа после этого смотрите какая вода становится ее я сливаю и хорошенечко все промываю еще раз на дно кастрюлю кладу лапки утиные и сверху уже крылья заливаю водой так чтобы она слегка покрывала все содержимое кастрюли отправляю на огонь ставлю на средний и как только закипит снимаю пенку после этого убавляю огонь до минимума закрываю крышкой и даю повариться от 4 до 6 часов за час до окончания варки добавляю соль использую две столовые ложки на данное количество вы добавляете по вкусу также добавляю такой вот набор то есть здесь у меня имбирь чеснок смесь перцев лаврушка морковь и луковица с шелухой закрываю также крышкой и еще провариваю часочек после того как холодец сварился я даю немного ему остыть и уже сейчас только снимаю жир жир очень вкусный использовать его можно для приготовления пирожков всевозможные обжарки ну и так далее хорошо застывает в холодильнике можно даже замораживать и так холодец я очистила от жира вернее бульон и уже вынимаю все содержимое кстати на моем канале есть отличный рецепт приготовления куриного холодца там его готовлю немного иначе пользуя куриной лапки если интересно зайдите посмотрите ссылочка оставлю в описании в отличие от того холодца в этом я буду использовать только мясо снятое с крыльев жир и лапки содержимое лапок не добавляю но при желании можно конечно же добавить отделила мясо туда добавлю вареную морковь который варилась вместе с мясом можно не добавлять также натираю чеснок на мелкой терке на этом этапе можно добавить специи соль я не добавляю потому что мне всего хватает все перемешиваю и перекладываю форму у меня в данном случае вот такая на дно выкладываем мясо с чесноком и морковкой и поверх заливаю бульоном через сито даю полностью остыть и уже убираю в холодильник кстати бульон надо заливать очень аккуратно не перемешивая с мясом чтобы после застывания он имел вот такой шикарный вид холодец очень вкусный нежный чем-то отдаленно напоминает вкус говяжьего класса очень хорошо свою держит форму он не раскисает на столе может стоять сколько угодно и не поплывет так что друзья если будет у вас такая возможность и вы найдете утиной лапки крылышки приготовьте обязательно вы не пожалеете спасибо всем кто уделил внимание и посмотрел данный рецепт все ингредиенты которые я использовала в пропорциях и обязательно покажу в описании под видео готовьте на здоровье и приятного аппетита с вами как всегда была натали пока пока до новых вкусных встреч и новых рецептов а